Всем здравствуйте! Сегодня я хочу показать двухсторонний объемный узор крючком. Этот узор отлично подходит для вязания шарфа. Может быть еще для чего-то, но шарф получится просто изумительный. Узор с двух сторон совершенно одинаковый. Состоит он из, ну скажем, назовем условные змейки. Из вот таких змеек, которые идут по лицевой и изнаночной стороне. Совершенно идентичные. Сейчас я разверну этот образец и вы увидите, что здесь все точно так же. За счет того, что узор с двух сторон одинаковый, он отлично подходит для таких вещей, как шарф. Теперь немного об узоре. Количество петель в узоре должно быть кратно восьми. По четыре петли в начале и в конце ряда. И раппорт, состоящий тоже из восьми петель. Это перекрещенные столбики, за счет чего получается внешняя змейка и змейка с изнаночной стороны. Вот она выглядывает здесь, ее видно. По лицевой стороне провязываются перекрещенные столбики. На изнаночной стороне провязывается ряд, вот он его видно, столбиков без накида. И так они чередуются. Ну а как получаются лицевые и изнаночные змейки, мы разберемся в процессе вязания. Так как я вяжу не шарф, а манишку, то начинала я с воздушных петель и одного ряда провязанного столбиками без накида. Для того, чтобы связать шарф, надо связать внизу в начале вот такую же дорожку, горизонтальную. То есть набрать цепочку из воздушных петель, провязать один ряд столбиков с двумя или тремя накидами, в следующем ряду связать ряд столбиков без накида и дальше уже начинать вязать вот эти вот змейки. По краям я вяжу столбики с двумя накидами, а в самом узоре столбики с тремя накидами. То есть вы свяжете образец и сами определитесь, какие столбики провязывать по краям с двумя накидами или с тремя накидами. Ну а мы сейчас начнем разбираться с узором. Итак, я вязала ряд с перекрещенных столбиков, дальше я провязала один ряд без накида и начинаем следующий ряд. Начинаем вязание с трех воздушных петель подъема. Это будет первый столбик, два накида и провязываем столбик с двумя накидами. Снова два накида и столбик. И еще раз. Вот у нас получилось 4 столбика с двумя накидами. Далее начинаем вязать столбики с тремя накидами. Делаем 3 накида и вводим крючок в пятую петлю. Первые четыре пропускаем. Один, два, три, четыре и вводим крючок в пятую петлю. И провязываем столбик с тремя накидами. Один, два, три, четыре. Снова три накида и еще провязываем три таких столбика. Снова три накидами. Вот у нас получилась лицевая змейка. Вот ее продолжение. Вы несколько рядов провяжите и поймете с какой стороны вводить крючок, чтобы провязать змеечку, которая идет по изнаночной стороне. Она получается при перекрещивании этих восьми петель. То есть четыре вот так вот провязываете. А следующие четыре надо будет подумать немножко, как их провязать. Итак, так как это должно быть сверху, значит, чтобы продлить изнаночную змеечку, надо будет вводить крючок вот в эти один, два, три, четыре петли, которые мы оставили. Перехватите вот так вязание и вводите крючок в первую из пропущенных петель. Провязываете столбик так же, как вы вязали до сих пор. Один, два, три, четыре. Три накида. Вторая петля. И второй столбик с тремя накидами. Снова три накида. Вводим крючок в третью пропущенную петлю. И еще четвертый столбик. Вот она четвертая петля. Вот что получилось. Итак, после каждого перекрещивания мы снова делаем три накида. И провязываем столбик в пятую петлю. То есть после перекрещивания это всегда будет одинаково. В пятую петлю. Один, два, три, четыре. В пятую. Провязываем четыре столбика. Я немножко ускорюсь, если получится у меня. Не хочется это обрезать, монтировать, чтобы было, может, понятнее как-то. Провязали. Теперь, это получается, провязали фрагмент изнаночной змеечки. Вот она продолжается. Может, не сразу вы будете видеть узор, но в работе вы все поймете. А теперь надо продлить змеечку лицевую. Делаем три накида и вводим крючок не вот так, как мы делали до сих пор, а вот сюда. Возьмите вот здесь вязание и введите крючок с этой стороны в петельки, которые мы пропустили. Узор не сложный. Главное набраться терпения и в нем разобраться. Всегда проверяйте, не вышла ли изнаночная змейка на лицо. Потому что, если перекрестить в обратную сторону, то получится нарушение узора. Так, перекрестили мы один раз, второй раз. Продолжаем вязать. Каждый раз после перекрещивания мы пропускаем 4 петли и начинаем вязать столбики в пятую. 1, 2, 3, 4, 5. Смотрим, какую змейку сейчас пропустили. Сейчас провязали. Сейчас провязали лицевую змейку. Значит, надо сейчас вязать изнаночную. Делаем 3 накида. Перехватываем вязание. И вот они наши 4 петельки. Вот они. Так, вводим крючок в первую. Провязываем так столбики, как мы уже делали. Повязываем так. Провязываем так. Я смотрю. Провязываем так. Снова пропускаем 4 петли, пятую вводим крючок. Смотрите, какую змейку мы сейчас провязали. Провязали изнаночную, значит сейчас будем продлевать лицевую, с лицевой стороны. Возьмем вот так вязание, так нам удобненько будет. Провязали изнаночную, значит здесь будет. И таким же образом продолжаем до этого места. Дошли до прямых, не перекрещенных столбиков. Я их провязываю двумя накидами. Провязываем 4 столбика. Разворачиваем вязание. Я делаю 2 петли подъема. И затем ввожу крючок вот сюда над вторым столбиком. И вот такими столбиками провязываем. Благодаря вот этому второму ряду, немножко вот этот расхлябанный, неаккуратный верх закрепляется и все получается красиво. Вот так поверху видно вот эту косичку, в которую надо попадать. Все закрепилось этим рядом. Вот может нам можно сравнить. И так провязываем дальше, до конца ряда. Ряд провязан. Разворачиваем вязание. Снова делаем 3 воздушные петли подъема. 4 столбика. И продолжаем точно так же вязать, как я уже показала. Надеюсь узор вам понравился и у вас все получилось. Всего вам доброго! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok